На этом видео сын выудил из пакета семечками мышь. Да я на вахте за место на полторы ставки. Как водитель и как кот мышь и отлавливаю себя в комнате. Пощелкали семечки, поставили в пакете кожуру. Прихожу, а там мышка сидит. За сегодня уже третья. Крупненькая такая, жирненькая. Вот она. Вот она мышка. Мышка. Да, семечки мышки очень любят. И готовы отдать за них жизнь. Это я сказала не для красного сладца. Я вспомнила случай, который произошел, когда моим детям было по 7-10 лет. Мы жили в частном доме. А в таких домах всегда есть мыши. Причем мыши наши совершенно не боялись и шмыгали туда-сюда даже днем. Конечно, можно было от них избавиться. Но, как оказалось, мои детки тайком от меня этих мышей прикармливали, подкидывая в дырку под раковины кусочки хлеба и остатки той пищи, которую они не хотели доедать. И вот как-то я стала замечать, что в нашей кухне, а по совместительству прихожей, появился неприятный запах. Наверное, кот мышку задавил, добросил, подумала я и стала искать источник благовония. Везде облазила, но ничего источающего амбре не нашла. Шли дни, а неприятный запах все усиливался. Я уж подумала, что придется разбирать пол, но все-таки решила еще раз все досконально проверить. Я подошла к этому занятию более ответственно. Представив себя собакой-ищейкой, я стала сантиметра за сантиметром обходить кухню по периметру, втягивая носом воздух. И вот, когда я дошла до шкафа с верхней одеждой, запах стал просто невыносимым. Как я говорила, мы жили в частном доме, и куртки мы ввешали на крючки одежного шкафа, который стоял тут же на кухне. От этих курток и исходил из опашок тухлятины. Я стала снимать одну куртку за другой. Курток было штук десять, и детские, у меня трое детей, и взрослые, причем здесь были и куртки на выход, и огородные. И вот в одном кармане детской куртки, это была куртка сына, я обнаружила кучу лузги от семечек, и мышку, которая уже давно не только покинула этот мир, но и начала источать душок. Видимо, мышка учуяла запах семечек, забралась в карман, чтобы полакомиться, но тут на эту куртку муж повесил свой очень тяжелый тулуп, придавив карман, тем самым перекрыл выход на волю. Почему мышь не прогрызла дыру в кармане, ведь они это делают без труда, остается только гадать. Возможно, ей не хватило воздуха, но факт остается фактом. Прошло тридцать лет, и все повторилось. Кстати, многие боятся мышей, но мои дети оказались приученными к этим критинам. Мало того, что они мышей не боятся, так эти самые мыши к ним сами идут в руки. А дочь так вообще работает в зоомагазине, в котором мышей не только не истребляют, но и разводят.